Дима, 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 зачем ты туда сел? Руль слева, а не справа, ручей быстро осел. На спидометре 130, в другом милиция, в другом милиция. Этот трек посвящается Диману, Другану по жизни, товарищу по пьяни. Эй, чё встали? Делаем джик-джик. Жмите Диму руку, Диман у нас мужик. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чискид выбежал в аху и кричал, пизда всему. Секундчик. Ну что же, ну что же, здравствуй, здравствуй, пацанючек. Ты не ошибся, ты попал в нужное место, в нужное время и в нужное, блядь, прохождение. Да, это новая, новая часть, третья серия, прохождение Resident Evil 5, третьего сезона. И мы продолжаем вместе с Димычем, поздоровайся, как всегда. Привет, Пашенти. Ну что же, в конце, в конце этого сезона, Пашенти, тебя ждёт, не эта серия, а этого сезона, тебя ждёт сюрприз. Так что готовься к нему, это будет у тебя такая небольшая интрига. Ну что же, мы прошли в прошлой части главу, посмотрели озвучку. Наконец-то первый раз озвучивание Вескера, Ммошкой, Энни Мур, а также Джилл и Одним Дедом. Ждя мои, нафига тебе два стола? Да, там я вставил, где тебе понравилось, прошлая озвучка. Если в этой части будет, короче, озвучка, то я, короче, её вставлю, если будут ролики. В общем, с новым процессором теперь уже записываем, 60 FPS, на ультрах, Resident Evil 5. Ну что же, я сейчас суну наушники, потому что я забыл их всунуть, и мы начнём новую часть. Хочешь, если, не знаю, Димыч, может ты их наденешь? Ради прикола, а я буду без звука. Да, Пшенди, давай. А я буду проходить. Короче. Так, сейчас по клубке. Так, всё слышно? Сейчас я звук протестим. Короче, это новая глава, мы продолжаем. Последнее сохранение было 29-го числа, то есть это было уже давно, поверь. Так что мы продолжаем. Нажимаем на ОК. Слышно? Так, звук слышен, да? И начинаем, собственно. Так, мы ничего покупать не будем, мы честно проходим на Харди, собственно, не забываем, мы проходим на Ветеране. Ну что же, всё, выходим из магазинчика и начинаем новую главу. Так, пока держится ровно 60 FPS. Сейчас немножко просело. Так, как звук? Отлично. Так, я сегодня Пшенди буду проходить, короче, без наушников. Это будет такой небольшой челлендж, про тебе звук. Ну так-то звук-то есть, просто Димочка, просто. А то что-то мы проходим, проходим, я слушаю. Там уши, в охоте звук. Где? Там не громко, в колонке. А, то есть в самой АК, да? В колонке на полностью выкрутие я наушниках подрегулирую. Ты забей, ты чё? Во, вот хорошо. Сейчас нормально? Да. Так, блин. Ну ладно, всё нормально. Короче, мы продолжаем проходить, сейчас включаем карту. Кстати, плохо, что нельзя увеличить карту, то есть нет отдельного меню с карты. Вот это, кстати говоря, плохо. То есть эта игра считается как GTA 3, то есть там есть карта, но нет отдельного меню с ней. То есть вот в чём весь минус. Но зато карта вполне удобная, вполне понятная, так что думаю увеличивать её нет просто никакого смысла. Ну что же, мы проходим. Надеюсь тебе понравилась музычка в начале, да, Димыч? Конечно. Димыч, как тебе сейчас вся эта ситуация? Сейчас, короче, держится на 36 FPS. Так, ну что же, мы добрались до каких-то так, до каких-то развалин, до разрушений таких, если сказать на русском языке. И тут какие-то три пластины. Три пластины стороны, судя по всему, это ячейки для трёх предметов. Паршен, я не обращаю внимания на то, что мы записываем видео немножко в другом ракурсе камеры. У нас сейчас видно, просто так мы подумали, что лучше, чтобы Димыч и у меня было нормальный вид. А то Димычу одну бошку, блин, видно, а тело вообще не видно, как будто он, блин, без тела существует. Димыч, и как ты сейчас прокомментируешь этот весь момент? Катсцена. Они говорят? Так, если не говорят, значит, хорошо. Так, вот мы видим тут различных врагов, различные ловушки. Нам нужно убегать. Мне будет очень сейчас тяжело, поскольку я не слышу приближения врагов, потому что нет звука. На карте обозначены, значатся, пластины. В общем, как я понимаю, нам нужно найти три детали. Три детали и все эти три детали всунуть в эти три пластины, чтобы открылась главная дверь. В общем. Этот этап довольно-таки сложный, особенно на харде, поэтому тут нужно аккуратно. Тем более, только Димыч слышит... Димыч, и давай так, когда ты будешь слышать приближение зомби, то ты мне сообщай. Ок? Хорошо. Все, мы договорились с Димычем. Так, первая деталька находится у нас в фунтамо. Но я не знаю, получится ли нам ее собрать с нашими предстоятелем. Ну да ладно. В общем, настройки я выключил на ультра, на ультра. Так что... И заметь, даже в пятой части картиночка смотрится даже куда чуть получше, даже чем в шестой. Ну, сейчас... Согласись, Дим. Враги. Враги, да? То есть, я не хочу сказать, что они сейчас сзади, да, у нас находятся. Не, я понял, что они стреляют, но надо все собирать. Так, сейчас надо убегать не в кофе. Они тупо, они тупо, они тупо же тупо. Ну я же говорю, враги не знают. Да, я знаю, я слышу. Так, ты дробовик. Ты дробовик. Так, я слышу. Так. Отлично. Нужна помощь. На помощь. Димаша, ты поставь сюда наушники врубе на полную мощность, чтобы мы оба слышали. Можно так же сделать? На полную мощность врубить. Чтобы мы как бы оба слышали. Ну вот. Вот. Мы, короче, нашли идеальный вошенний способ, чтобы у нас было двоих слышно. И... То есть, как бы... И... И... Все, видишь? Это правда. Ну, конечно, слышно не очень громко, но... Тем не менее, звук есть. Так, у нас есть еще одна праната в запасе зря, если ты привали, потратил. Чтобы он, наверное, его сэкономил. Так. Микрофон тут убей, я же не микрофон, а камеру. Так, ну что же, осталось убить лучников, которых ты пошел так сильно ненавидишь. Потому что они в четвертой части тоже присутствуют. Да. Так. Ой. 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 Так. Не успел я вам ножку нападать. Все, мы с лучшеньками разобрались, теперь забираем деталь. Это первая деталька, символ моря. Ну, подобные, конечно, детали были в первой части по Шенде, как ты помнишь. То есть, конечно, ты играл, ты знаешь. Так, но на этом не заканчивается. Подобные детали были в код Вероники. Ты не играл, ты не знаешь. Да. Это что-то самое худо-плоское, которое я не могу видеть. А вот туда мне, честно. Короче, просто убегаем. Убегаем и вставляем эту деталь. Чтобы нам дали контрольную точку. Иначе будем сражаться с ними на этой сложности и просто трата патрон. Так что лучше этого не делать. Так сейчас быстро. Ждем, как прогорит это солнце. И вставляем. За каждую вставленную детальку дает контрольную точку. Вещь. Так что советую собрать сначала одну, потом уже вставить, а потом уже другую. Не все сразу. Так что... В общем, пока нам просто везет. Надо еще время от времени смотреть в телефон, чтобы мы не переборщили со временем. Что это было? А, это ты держишь, девочки. Не пугай меня. Нет, 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 нет. Ну, садись. Фига у него молод достает. Убедись в решении. За него сдается хорошее сокровище. Но, если его не убить, то он будет просто помешаться. Будет постоянно убивать. Че тут у меня же есть... У меня же, блин... У меня же базука есть. Убили. 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 Убили все-таки мы обидчика. Ну, в общем-то у нас... Под боперипасом вообще ничего практически нет. Да, мы... В общем, грубо говоря, бомжи. У нас ничего вообще нет. Так, ну что, нам сейчас нужно добыть вторую деталь. Так, Димыч, прекрати эти звуки. Сейчас знаешь, что ты делаешь ты? С расческой. Что-то я сейчас скажу. Ты о чем? Так, в общем... У меня ничего нет. Нам нужно попасть вот за пределы этой двери, но она закрыта. И нам не показывают на карте, куда нужно идти, чтобы добыть вторую деталь и третью. Поэтому тут нужно уже искать самому. Так, мы сейчас подойдем сюда. Ну, почему же? Какая-то стрелочка присутствует? Нет, стрелочка это уже вперед. Дешево. Господи. Беги. Что за дом? Быстро в сторону. В сторону. Лично. Беги. За мной. Я же не понимаю, что она делает. Ты что, Варина, собственно, творишь? Не подводи своего напарника. Как ее заставить бежать за мной? И они в другом месте. Ой, тут тоже это есть. Нифига себе. Наконец-то она сама может спрятаться. Да. Да. Тут, кстати, тоже новое сокровище. Тут пауки. Так, все. Где-то тут находится талька, но добыть ее будет уже быть ежедее. Так. Где она есть? Вон она бежит. Ее можно убить. Я не могу ее терпеть. Пусть. Вон купит. На профессиональной сложности она еще больше. Можно, кстати, прижиматься. Ничего не напоминает никакую игру. Резидиум ТВ. Да нет. Так. Какую теперь сторону? Как думаешь, Димич? Давай бежим мы с тобой в общем. Влево. А, хотя ты прав, кстати. Действительно. Ссылочки-то показываю. Вон. А, хотя это наверху. Точно. Ну, ладно. Давай сейчас подождем. Так, сейчас. Ну, короче, побежим сначала влево. Проверим, что там влево. Потом побежим вправо. Проверим, что там вправо. Так, удали контрольную точку. Это хорошо. Давай. А это возьми себе. На память, как говорится. Так, что делать? Куда дальше? Шеван, ты не скажи. В общем, по шейнде на Full HD. На максималках держится, короче, 40... От 46... От 35 до 45 FPS. FPS. Все. Начинается очень-очень тяжелый момент. Почему он тяжелый? Потому что у нас происходит разделение персонажей. Ну, тут нужно помогать Шеве, чтобы ее не убили. Может, и не нужно помогать ей. Но самое страшное, то, что ко мне тоже пришли. Почему не нужно? Не нужно. Десааа пиндос. Сейчас, пошел. Подожди. Да. Нужна помощь! Спасибо, партнер! Нифига она. Нифига она. Парит, просто шпарит. Ну и... Так, вроде бы она... Она мне... Знаешь, это не напоминает, короче, миссию в GTA 3, где... Эйдбол должен добраться, короче, до корабля. Помнишь? Прикольно, Дина, что ты даешь. Так, давай, Шева, спускайся. Бежим. Просто-напросто бежим. Так, сейчас будет у нас... Ну... Где? Сейчас Пашенди покройте. Да... Запись уже идет 14 минут. Это... Еще 16 минут записано. Это меня не пугает. Пашенди, вот как я люблю Резидент Ивла, серию Резидент Ивла. Ведь появился этот дебил. У меня у нас сердце из груди выпрыгивает. Давай быстрее. И даже у Киева. Димыч, оставь меня в покое, ладно? Ай. Быстренько. Быстренько. И я его даже не могу всомнуть. Вот, смотри, она морщится. И... Даже... И снова разглаживает. Нам повезло. Потому что это настоящая любовь Резидент Ивла. Да. Все везде. Это любовь не забыть просто. Да. Такие чувства. Переполняют. Да. Ты испытываешь только, когда... Я не делал, что он нигде нет. Все, блин. Ладно. Меня... Где найти? Ты можешь что-то видеть. Ай. Я больше так не буду. А он даже не хотел меня убить. Ну, а он с наконтролем точку. Да. Ты приправил полностью вообще? Максимум. Так. Снимаем. Готов. Димыч, вы сюда без прикольчика? Ладно. У меня твой прикольчик. Знаешь, вы где? Так. Мы, в общем, начинаем. Нам осталось добыть последнюю, третью деталь. Это была деталь солнца, деталь моря. Теперь, наверное, деталь ветра или что-то вроде этого. Вот. В общем. Куда нам теперь отправиться? Так. У нас можно, конечно, отправиться. Сейчас скажу, куда там стояли. В общем, две. Димыч, хватит приказ. В общем, там стояли две, короче, бочки. Две бочки стояли. Нам нужно идти туда. Вот. О! Отлично. Нет, нет, нет. Меня это радует. Беги. Господи! А меня никак не радует. Я вообще взял... Беги, Шева, беги! Шев... Панул и... Нафиг ее заборт. Заборт. Да. Плохо себя ведет. Не хочешь вообще прятаться. Да. Взял бы... Вот прям взял, вот так вот. Господи! Прямо. Как еще с ней ничего не случилось. Я вообще удивлял. Так. В общем, теперь у нас есть выбор. Можно пойти в эту сторону. В общем. Так. Давай посмотрим, что у нас тут. И опять контрольная точка. Собственно. Не так тяжело и добыть. Собственно. Заметь, Димыч, что она в максимальных настройках тоже хорошо прорисована. Есть моя одежда. Даже лучше, чем в шестой части, да? Не знаю, как в шестой части, а тут тоже нормально. Да. Я опять же играю в своей версии. Да. Собственно. И опять сокровищем. Собственно. Ну и пока что умерли только один раз. И меня это радует. Или два раза. Просто только. Ты помнишь, Димыч? Да. Я не знаю. Туда что? Так. В общем. Мы сюда поднялись. Мы должны идти направо. У нас проблем к тебе. Твое лицо было так наполовину видно. Но у тебя нормально. Блин. Я уж думал, ты... Я уж думал, ты сейчас скажешь, что видео не записал. Я бы это вообще бы, блин, охренел. Как вот так сейчас нормально видно? Да, да. Я пока. Надо было просто не согнуться. Ну ладно. Не, не. Дело в том, что у тебя вот так вот наполовину было видно. Вот эту часть не видно. Ну ладно. Ну это не беда. Не беда, когда Димыч сейчас сигнал, да? Да. Сейчас нормально. Да, да, да. Все, короче. Мы идем дальше. У нас контрольная точка, в принципе. Блин. Давай. Заметь, прорисованы объекты реально лучше, чем минимал. Так что у меня есть 4 ядра по шейне. Ты можешь не волноваться. Давай. Ну, сейчас, ну, сейчас все правильно, где-то, значит, она тупила просто, да? Да, вообще жестко. А сейчас у нас Кирилл может Настя нагибаться. О! Блин! Не вовремя появился собака. Что-то Гомик у тебя преследует и преследует. Он полуголый в турханах бегал. Куда же ты нас покинул? Куда же ты нас покинул, мальчик? Зачем ты нас приедал? Ты же в нашей банке был всегда. С самого рождения. Вдруг пришла какая-то шева, и ты, бля. Бля. Пришла какая-то шева, и ты, бля. 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 Где ж ты пуп седьмой части? Это что-то родственник способствует. Что-то сынок что-нибудь. Бля. 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 Ой. Коро. Вот уже контрольную точку. Бля. 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 Себерка не играл, а вот я поюмену. Извините, но потом? Ааа, Бля. Психот. То есть, вот, пошел, просто, смотрят. Да, пошел ты наш Пашенди мальчиком. Ему же еще нет... Я что, не попал, что ли? Ему же еще нет 18. Да я уже третий раз не пропал. Пашенди, тебе еще 18 нет. Мы сейчас сделаем просто умный Пашенди, чтобы не проиграть. Мы сейчас сделаем какой-то по-другому. Просто возьмем, дадим пиздец. Ну, почти. Мы почти угадали. Так, первого мы убили, как обычно. Как сохранение? Контрольная точка же, по-моему. Или ты решил заново пройти? Ну, какая точка? Ждем. Все, идем за этим лучом. Точно такая, типа, небольшая ловушка. Ну, она проходит. Просто объем, чтобы экономить и времени. Пашенди, ты чувствуешь, когда у тебя есть до шок 4? Вот. И твое сердце выпрыгивает. И так, мальчик, короче, сейчас произошла небольшая ошибка. У нас закончилось спамить на телефоне и видеозапись на камере прервалась. Вот мы продолжаем, в общем, для тебя записывать. И... Так. Ты просто... Мы... Сейчас, Пашенди, я тебе кое-какой сюрприз. Подожди. Они успевают даже по наружу свинить. Они достали меня просто. Сейчас, Пашенди, я тебе кое-какой сюрприз. Неhand'ааааааааа! Да, используй! О! Угуууууууу, ничего еще. Он не умер. Убивай его! Убери его! таблучков дима что видно вообще-то проходит если делаешь заниматься я кое-что хочу пошли найти в интернете забить все мод мы прошли так пошли извиняешь сейчас мне было хреново короче видно то пол лица так получилось я проверю еще раз главное что мне хоть хоть как-то да теперь хорошо главное чтобы меня было хоть как-то видно так вот контроль опять контрольную точку господи так а что ж было подожди а что ж было там то помнишь дима сейчас песнику помнишь песенку там там где тебя нет там там как там татата там 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 а вон фигурки почему почему тормози это будет сама нет смысле надеюсь кирилл олегович меня поймет это я старался тебя пошли что от себя добавили и просекаем пожарную кирилл олегович конечно бомболет немножко но все равно он поймет это для тебя тебе 18 и нет но мы решили сделать это для тебя сюрпризы мысли что один ты нормально я сам не понимаю что ты быстрее бежи давай кирилл я верю в тебя пошли ты тоже должен не убить так вот мы составим последний мы вставляем . последний раз если бы это было шила просто бежали если бы это было шиво крис лет больше деталей ставим так наш на ламер димыч можно вместить точнее если бы это было джин я перепутал если бы это было джилл он бы больше деталей странах вот сокровища мы его берем и просто уход вот такая позадочная локация такими что и на время так сколько тогда сколько было записано тогда так ну что сейчас еще минуту 7 так записано сейчас 3 минуты записываешь пока да я поля 3 минуты свалить иначе 19 года иди давай прорисов на профессиональному а может пораньше всеми закончимся сахарами митаре сплава силу сейчас сохранение давай будет или и заказано одного применяется а не что не было так что они да и закончим а то есть так не успеем пошли сказал что он сейчас у антонос и там илья ооо этот не да он толчат опять небось виде среди дебильных вы пока стили с сырьей в каэску если есть не но сырье интересно конечно но с антоном интересно антон он антон он короче ну что же появляется первое более-менее не легкая несложная головоломка в игре да это пятая часть вы не путать это не первая часть это тут есть головолом а секунду мало их очень мало но они есть но это головка на самом деле несложная но тем не менее старухами нужно повернуть эти все эти вот оранжевые лучи так чтобы все эти фигуры соединить откроется у нас такой проход проход мы поворачиваем сюда но если будет но если вдруг как будет открыт проход небось на набегут эти опять эти нет тут будут конечно враги но тут они не такие будут может победить но я хочу сказать сразу пошли против намного сильнее чем эти ганата чем африканцы вот эти вот все так что тут с ними лучше короче враги это полная магианка да как надо сделать очень нам нужно чтобы все эти лучи садились в этот один луч и и в итоге лифт спустится как то так так что очень будет пытаться сделать нам нужно короче повернуть вот эту штуку вот сюда чтобы лучше куда смотри чем чем произойдет и кстати пошли не хочу сказать сколько бы много у тебя не было пойдешь на этот оранжевый луч то в общем тебе пиздец да ты умрешь умрешь сколько бы хотел темно он тебя насквозь проколит нахер и те даже не знаю там тебе даже сами по моему вот что с тобой случится если ты очень неправильно ты сгоришь вам последний раз попытаюсь и все и заканчиваем заканчиваем это уже было нас третья серия третьего сезона потому что у нас руки высокий плюс записи конечно резиденту опять вообще очень хорошо оптимизировали ты не понимаешь что здесь батя ходит да хоть и мешаешься на ногами я придумал кое-что я тебе потом за кадром скажу напомни так как тут нам разобраться я просто не понимаю куда мы ставим что шею матроспелем просто на душе вставить и все а то что можно чтобы выбраться надо разгадать загадку так кажется я понимаю интересно кино интересное кино блин патентом давно уже это не стал данным джемска поворачиваешь вижу не поворачиваются акашева кто-то встал все устало ждет тебя пока ты подойдешь сзади так матец да я что я что я да я шучу да я шучу кто-то говорил аж он все оказалось просто и даже да факт жизнь на этой свете крошечный за так и это оказалось правильно чтобы полететь хочу вниз такая сложная головоломка но нужно сжима быстро главное знать как что-то запах суде это только первый этап это головоломки не думал что на заканчивается вот второй все контрольная точка такие сложные но тут в общем ты всего три этапа это второй этап это как гарри поттер шаг в общем в итоге нам нужно в общем на тот он вот чтобы луч попал вот на эту платформу который сейчас я так дали таких тоже опустится ну давай поверни платформу так чтобы на забросить вниз не нажимать ахаха так это мы шевелить не можем но мы можем шевелить вот это а а так нельзя так нельзя застрял в пизод сейчас я знаю одну идеечку поэтому ты по шейде сидишь на станторе сегодня у нас 12 февраля сегодня день рождения мамы кирилла поздравь везде изнюхай быстро я сказал тихо а я знаю в чем припыл это надо тоже славить нет цык уже него силы чтоб такие камни громадные славить ну видишь он в какой шкаф встал блин издреща какой издреща блин издреща к которым он был резидент первой части вот превратился в качестве . ты чё делал был в правой стороне семьи бьёт ну я пожалуй на ушки один мне хочется послушать звук а кириллу уже звук не нужен я загадываю да так что мы начали отсюда так и как бы сказал папа батя паш пашка валите так давай вот ах а пошел я уважаю твоего отца он очень хороший игрок шахматы да так но сейчас нам нужно короче свалить эту колонну у нас кстати с тобой пашенди ничья в шахматы может быть не может быть а ничья мы играем о чем короче этот луч вот и все все нет нет еще третий этап остался последний так что он проходят я хочу дырюки надо чего димыч дети смотрят пашеньки пашеньки не дети пашеньки короче малю малютка короче малютка сейчас вас убьет чисто сейчас огурши при просмотре кажется пашеньки вас просто на посту убил вот он последний этап он еще тяжелее чем первые два и в общем он последний откройте сервер нихуя не тяжелее слышь что тяжелее пиздец так димыш хорошая говальность я тебе вообще старше в общем в то в общем пошлини наша цель наша цель короче попасть в этот в эту фигню что и в итоге мы спустимся на лиц так и на то может так значит что молодец шивая крыса спряталась тут но не помогает мы в общем сделаем так почему тут не почему тут не как говорится о сокращение нельзя это ловушка я я это знал это ловушка 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 так теперь мы просто отрикаем и как же мне бесит бегать с полу хп блин уже симпатические краски прям как код вероники помню код вероники когда играл постоянно так я я как вспомню когда ты в своем самом первом доме старому проходил код веронику этого ммм ее молодца вероники в общем это без сна там без снайперской готовки нифига не мог ничего о бомбила тебя конечно так надо было заснять это как напад вот это плохо шанс ты где находишься шева быстро я она не сходит дура ты она не сходит сколько там времени времени там уже 14 минут больше 30 так ладно сейчас поснимусь я говорю вот чем сложность конечно большая но сейчас мы пройдем это точно надо было просто мне съесть а че это туплю то дебил правда да действительно туплю блин туплю а в итоге оказывается так просто ну не туплю а ну блю все оказалось просто и это чудо факт жизнь до этой встречи крошечный за так сука и так вспотел вспотел потому что очень много ну дел да все так так все говорят слышь ты слышь я а ты купи так пашенди не обращай внимание на эти дебильные звуки у нас после соседних перфоратор так объебался русского народа мешать нам для тебя творчество записываем блять ну ты понял да пацаны так а теперь у меня вопрос так дима я возьму этот перфоратор в жопу вставлю все все пашенди я пошел так блин в каком ни сторону все я сделала это я сделала подлазить проседать это соседи что-то задели тут что-то начинает проседать слышь пашень слышь пашень что-то не знаю к тебе батя обращается быстро ответил что-то проседает пашень не слышь я не знаю в чем проблема а я я быстрее беги а вот все нормально проседала я не знаю почему так нет еще не все нам нужно как-то ну итак пашеньки у нас произошла фигня то сначала закончилась память на телефоне теперь закончилась память на диске идея потому что фраб сочного жирает наверное из-за этого то и были проседания надеюсь ты увидел как я повернул вот этот луч который сейчас меню стоит вон до той фигни и собственно открылся у нас проход к лифту если ты этого не увидел то я живу дико вообще извиняюсь но это реально я сделал так что ты не думаешь что я там что-то там чит там какой-то вел там в общем все такое в общем у нас осталось очень мало гигабайт у нас очень мало гигабайт осталось в общем поэтому вопрос в общем я уверен что вдруг немножко даже а собственно это самое называется не знаю будет нет звук если мы так будем обрабатывать там остался дать это сохранение то и все что мы будем блин они так как нужно обязательно чтобы это самое прикинь все множество много же это обойду вопрос блин как ты проходил тогда а может если мы сделаем так вот нет то что делать оси так нет так опас а что делать сокровище бери слушать что делать бери сокровище тоже нельзя приседать сокровище бери нет ни кулаку нет ни кулаку ловушка понимаешь менять теперь положение меня это на себе положение нет там что она обязательно горела что делать поворачивай это положение тогда поворачивай это положение а я понял все я понял мы заранее повернем и короче вот так да а теперь повернем вот эту штуку обратно все вот тупим с тобой димочка конечно конкретно все видишь теперь просто отбегаем все да было много проблем в этой серии пошли я извиняюсь извиняюсь конечно сейчас за шутки димыча блин который я которых я не знал хотя почему не так мало даже яйцо только попробуй мне за зацепиться залазить все надеюсь пошли где-то это оценишь все вот сохранение и на этом мы в общем заканчиваем эту серию извиняюсь за то что сначала извиняюсь за то что сначала прервалась видео на телефоне из-за недостатчик недостатчик качества ой а потом на компьютере на компьютере да тоже память у нас закончилась ну мы собственно прошли мы не остановились с приколами димыча с кем там хотя бы он не сидел и не пассивнич это хоть плюс это мне рад извиняюсь за то что у меня было в начале видео плохо видно лицо половину но это видео пошли к сожалению ты посмотришь не на этих выходных а на следующих когда я уже его обработали но хотя у меня принципе будет время можно даже и в четверг ты его знал ну все осталось это была третья серия третьего сезона прохождения резиденту 5 к сожалению озвучки не было потому что не было катсцен ну в следующей серии точно будут катсцены и будет озвучка ну может быть музыку ставим да музыка будет ну что ж осталось кирилл олегович и димыч андреевич попрошайся попрошай в этой серии в следующем увидимся в следующем мы обязательно не увидимся да увидимся увидимся пока пока иди нахуй